Это первый эпизод серии видео, посвященный знакомству с системами беспроводной связи стандарта 5G New Radio. В данном видео мы рассматриваем основные цели и базовые конфигурации систем 5G. Мы рассмотрим сферы применения 5G New Radio, требования в этих сферах, некоторые из основных различий между 5G и LTE, а также сценарии развертывания сети, которые предполагались комитетом по стандартизации 3GPP. И в завершении поговорим о несущих частотах, используемых в стандарте. Давайте вначале поговорим о сферах применения. 5G это не просто более быстрая версия LTE, хотя такое применение у стандарта есть, называется оно Enhanced Mobile Broadband, и поддерживает оно высокие скорости обмена данными. Но есть и другие сферы применения, например, Massive Machine Type Communications, когда большое количество устройств подключены к одной базовой станции, а также Ultra Reliable and Low Latency Communications, когда устройствам требуется крайне малая задержка для функционирования. Типичные области применения здесь это промышленная автоматика, виртуальная реальность и частично связь V2X, то есть связь для беспилотных автомобилей. Для поддержки подобных применений были разработаны новые требования. Они описывают стационарные, мобильные, беспроводные и спутниковые технологии доступа, большое количество подключенных устройств, задержку на уровне 1 мс для применений URLLC, повышенную эффективность полосы пропускания для всех случаев применения, от малых до сверхвысоких битрейтов, отдельные требования для энергетической эффективности и оптимизации батареи, и, наконец, масштабируемые и перенастраиваемые сети. В последующих эпизодах нашей серии видео мы расскажем, как некоторые из узлов физического уровня помогают выполнять перечисленные требования. Несмотря на то, что между 5G и LTE много общего, начиная от названия большинства физических каналов и сигналов, есть и весьма серьезные отличия. Этот список далеко не полный, тему различий мы подробнее рассмотрим в дальнейших видео, но 7 перечисленных различий являются фундаментальными. Как я уже говорил, 5G NERADY изначально предполагал более широкое применение, нежели стандарт LTE, ну и требования к задержкам более жесткие. Это приводит к некоторым ключевым изменениям в организации сетки ресурсов для 5G. Несущие частоты могут достигать 60 или 70 ГГц, в то время как LTE функционирует на частотах до 6 ГГц. Это опять-таки приводит к серьезным изменениям структуры физического уровня, ну и также для подобных высоких частот требуется формирование луча. На таких частотах есть возможность использовать более широкие полосы, и у 5G полоса пропускания может достигать 400 МГц, и в будущем эта цифра еще подрастет. Переходим к более детальному описанию особенностей физического уровня. Расположение поднесущих, которое в LTE было фиксированным с интервалом в 15 кГц, теперь может варьироваться с интервалом от 15 до 240 кГц. Что касается частотного распределения, то в LTE пользовательское устройство, которое также называют терминалом пользователя или UE от User Equipment, оно задействовало ячейку в 20 МГц, ну и должно было декодировать всю полосу. Полезные сигналы обычно находились по всей ширине полосы, а в случае 5G пользовательские устройства UE не обязаны поддерживать всю полосу. Как мы помним, полосы в 5G могут быть гораздо шире, что затруднило бы подобную обработку. А полезные сигналы могут помещаться в поддиапазон всей полосы, и вот такое разделение полосы на функциональные части – это новая полезная концепция стандарта. Наконец, некоторые из сигналов Always In в 5G были упразднены, частично для экономии энергии. Под сокращение попали опорные сигналы для конкретной ячейки, то есть Cell Specific Reference Signals, или CRS, которые в LTE хранили опорную информацию для демодуляции всей ячейки и оценки качества канала. В 5G New Radio таких CRS больше нет. Одной из мотиваций такого шага было то, что на более высоких частотах сигналы должны быть направлены в пространстве, то есть мы должны фокусировать мощность в одном направлении, чтобы скомпенсировать потери на распространение. В результате предоставлять опорные сигналы для всей ячейки стало сложно и неэффективно. Мощность сигнала будет весьма низкой, и в каждом канале и так осуществляется формирование луча, а это значит, что каждому устройству надо передать информацию о матрицах при кодировании отдельно. Вместо этого UE в 5G использует опорные сигналы, которые проходят тот же процесс формирования луча, что и соответствующий канал. Возможные сценарии развертывания перечислены в техническом отчете 38.913. В отличие от того, что люди обычно думают, когда слышат про связь 5G, далеко не все сценарии описывают высокоскоростные маленькие ячейки. Сценарий варьируется от применения внутри помещения до наружного, описываются городские макроячейки, связь-воздух-земля, объединенные сеть машин и другие возможные применения. Вот несколько примеров конфигурации для сценариев с предыдущего слайда. В документе 38.913 можно найти конфигурацию вплоть до 700 антенн и увидеть полосы, которые превышают условно-максимальное значение в 400 МГц текущей версии стандарта. Также интересно отметить широкий диапазон несущих частот – от 700 МГц до 70 ГГц. Стандарт проводит отличия между двумя диапазонами для несущих. Называются они условно частотный диапазон 1 и частотный диапазон 2, или FR1 и FR2. Два диапазона соответствуют весьма сильно разнящимся условиям распространения радиоволн. И некоторые настройки физического уровня могут применяться только к одному из двух режимов. К примеру, речь об интервале между поднесущими. Его мы рассмотрим более подробно в последующих видео. А это видео подошло к концу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова